Что касается йоги в том значении, в котором мы ее понимаем, то это в индуизме называется раджа-йога, йога королей. То есть тех людей, которые путем определенных упражнений хотят достичь духовного освобождения на собственном опыте. И если на Западе йога применяется просто для того, чтобы поддержать свое здоровье, и если вы занимались йогой, вы знаете, что существует, например, хатха-йога, йога, связанная с дыханием, существуют асаны, определенные позиции, в которых вы сидите, существуют разные упражнения, в которых вы развиваете свое тело, то в индуизме раджа-йога – это не просто упражнение ради того, для того, чтобы развить мышцы или тело и прочее. Это форма мистицизма. Потому что тут вы должны двигаться поэтапно. И как нам говорит знаменитый Патанджали, написавший трактат о йоге, Йога-сутру, начинать заниматься йогой нужно, друзья мои, с нравственного совершенствования. Патанджали говорит, что вы не можете заниматься йогой, то есть мистицизмом, не став хорошим, добрым, нравственным человеком. Многие мои студенты просто бывают в недоумении относительно этого положения. А это очень важно, потому что нельзя стремиться к тому, чтобы объединиться с Богом, будучи плохим человеком. Так вот, сначала вы нравственно совершенствуетесь, потом вы тренируете свое тело и дыхание, потом вы переходите на тренировку вашего ума. И в конце концов вы достигаете, путем долгих тренировок, вы достигаете того, что вы контролируете свое тело, и свои чувства, и свои мысли, что очень сложно. В такой степени, то вы переходите на другие, высшие уровни сознания. Считается, что если вы способны, как бы сказать это лучше, если вы способны опустошить ваше мыслительное пространство, потому что если вы средоточьтесь на том, что вы думаете, вы увидите, что вы постоянно думаете о чем-то. Так вот, если путем специальных тренировок вы смогли сделать ваше мысленное пространство пустым, то вы начинаете испытывать более высокие состояния сознания. В конце концов испытываете просветление, которое называется самадхи. Но это достигается очень-очень серьезными и долгосрочными тренировками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!